Что происходит сейчас в регионе, расскажет телеканал ПС в студии Вадим Федосеев. Добрый день. 6 миллионов рублей получит Новодвинск на благоустройство дворовых территорий. Так, во дворе дома 45А по улице Двинской благоустроят дороги и поставят ограждения. Там же будет отсыпана парковка и установлен игровой комплекс для детей. Затраты 2 миллиона рублей. А на Советах 1 и Убаревича 2 отремонтируют дорогу, парковку и обновят футбольное поле. Весной этого года проводились мероприятия по отбору этих территорий и объектов. В настоящее время эти процессы завершены. Сформированы дизайн-проекты, в рамках которых будут проводиться мероприятия по благоустройству. Для участия в программе «Современная городская среда» в Новодвинске пришлось провести публичные слушания. Обсуждались изменения и дополнения в правила землепользования, застройки и благоустройства города. Без приведения этих документов в соответствии с федеральными законами попасть в программу невозможно. Шанс благоустроить свой двор есть у всех жителей Новодвинска. Необходимо правильно оформить заявку и подать ее в администрацию города. В Архангельске сегодня депутаты собрались на крайнюю перед летними каникулами сессию, чтобы обсудить актуальные темы повестки дня, прежде всего связанные с распределением бюджетных средств, распоряжением муниципальным имуществом. Также депутаты подведут итоги завершившегося отопительного сезона. На совещании работает мой коллега Алексей Карельский. Сейчас он с нами на связи. Алексей, здравствуйте. Расскажите, какие вопросы уже рассмотрены к этому часу? Да, Вадим, добрый день. 39-я сессия Архангельской городской думы крайняя перед уходом народных избранников на каникулы. Неудивительно, что многие вопросы посвящены подведению итогов, ну и планам на будущее. В частности, это касается прохождения отопительного сезона 2016-2017 года, ну и подготовки теплоснабжающих организаций к следующему сезону. Ну и по традиции, не обошлось без темы бюджета. Депутаты проголосовали за перераспределение 30 миллионов рублей. Так, дополнительные 15 миллионов пойдут на ремонт улицы Урицкого, от Тиме до Обводного, еще 10 на реконструкцию кладбища в Алдушках и дополнительные 5 миллионов на ремонт многоквартирных домов. Об этом и других вопросов подробнее расскажем уже в следующих выпусках. Спасибо, Алексей. Ну а я добавлю, что на сессии будут рассмотрены и другие актуальные вопросы. Например, депутаты городской думы утвердят границы нового ТОСа «Предмостный». Изменят границы ТОСа «Ягодный». В рамках сессионного заседания состоится час вопросов администрации города. Уже сегодня на Архангельском телевидении смотрите новый телевизионный проект «Городская среда». Дрова, трава, дороги, тревоги, вывоз мусора, озеленение, а еще культурные и образовательные проекты, спорт, соцсети. Словом, все, чем живет Архангельск, будем обсуждать в новой программе «Городская среда». Первый выпуск уже в эту среду, 21 июня, на канале ТВЦ в 19 часов. Наши гости в прямом эфире Николай Евменов и Наталья Зарубина. Готовьте вопросы. Телефон студии 21 13 85. К другим темам. Отдыхать будем больше. Количество праздников в следующем году увеличится на один день. В итоге свободными от работы в 2018 станут 28 дней. Проект постановления правительства, который утвердит порядок установления праздничных выходных, разработал Минтруд. Согласно документу, новыми выходными днями станут 30 и 31 декабря. Новогодние каникулы будут длиться с 1 по 8 января включительно. В честь Дня защитника Отечества выходными станут 3 дня. С 23 по 25 февраля. Еще 4 дня с 8 по 11 марта не работаем благодаря Международному женскому дню. С 29 апреля по 2 мая отдыхаем и празднуем 1 май. День Победы отмечаем в один день – 9 мая. Три выходных гуляем в честь Дня России с 10 по 12 июня. И с 3 по 5 ноября – стройные выходные по поводу Дня народного единства. Сегодня в России уже 13 раз отмечается День кинологических подразделений МВД России, который многие собаководы считают своим отраслевым праздником. И для краткости называют просто Днем кинолога. Сами специалисты в этот день не расслабляются, а вот четверомногим служащим обязательно полагаются их любимые лакомства. Всего в Архангельской области около 200 кинологов и 159 служебных собак. Окрыленные мечтой в Вельском районе общественный спортивный клуб развивает экстремальные виды спорта и социальные проекты – рафтинг, гунки, полеты на парапланах. В насыщенную жизнь спортсменов-энтузиастов погрузилась Олеся Кокина. Вельск оказался не только несколькими однописанными людьми и самобычными городами, но еще и экстремальным. Здесь по выходным собираются люди, которым не безразличное небо. Они отправляются в удивительный и увлекательный полет. Сами про себя члены спортивного клуба «Экстрим Вельск» говорят так – нормальных среди нас нет. Более того, покорители неба, рек и бездорожье стараются увеличить свою численность. А иногда, как в этот раз, работают добрыми волшебниками, исполняя мечты. Олеся Ипатова – многодетная мама двух сыновей и дочку, она растит одна. Девушка с активной жизненной позицией несколько лет назад стала заложником собственного тела. Диагноз рассеянный склероз ограничил возможности, но не силу духа. Мне очень хочется полететь, я об этом мечтала, я не знаю. В моей книге, когда я писала книгу, было такие слова, что я хочу расправить крылья и взлететь, и сверху крикнуть миру – не сдавайтесь, все будет хорошо. И эта мечта осуществилась, не прошло и года. Олеся пишет книги и делится опытом преодоления трудностей. Год назад она составила список из десяти желаний, осталось всего четыре. И одно из них исполняется у нас на глазах. Ремни безопасности застегнуты, параплан взмывает закатное небо Вельска. Это незабываемо! Такое чувство обалденное! Спасибо огромное вам всем! Вообще просто, у меня аж до слез! Растроганная до слез, Олеся признается, если уж летать получилось, то и снова научиться ходить обязательно получится. Такую окрыляющую надежду «Экстрим Вельск» дарит не только людям с ограниченными возможностями здоровья, но и подросткам, которым необходим новый жизненный курс. Совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних берем ребят трудных, выдергиваем их из привычной им среды и помещаем в среду спортсменов, успешных людей. И у нас эти ребятки 14-15 лет прыгают с парашютом в самостоятельный прыжок. Люди разных профессий и возраста, объединенные любовью к экстремальным видам спорта, уверены, помогать просто. Нужно только желание, чтобы сделать мир вокруг ярче. Олеся Кокина, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. В Котласе к столетию города открыли бульвар искусств. Проект Котласского дворца культуры и местного объединения художников пришелся по душе жителям. Удобная пешеходная зона, арт-объекты и фото-зоны притягивают взрослых и детей. Восле передвижной кузницы Евгения Потутина особенно жарко. В руках мастера металл обретает как будто пластилиновую гибкость. Котласский кузнец – автор центрального украшения бульвара «Арки». Три важных составляющих счастливой жизни – здоровье, удача и любовь. Под каждым словом – колокольчик. В какой последовательности звонить – неважно. Главное – успеть догадать желание и верить в то, что оно обязательно сбудется. Здоровье принесет удачу, а удача – любовь. То есть все взаимосвязано? Все взаимосвязано. Я работаю по-горячему, я на холодной ковке не люблю это все дело. То есть, как наши предки. Огонь, металл, руки, ну и так далее. Ну, соответственно, без прогресса сейчас никуда. То есть, все свои вот эти приспособы современные, они все равно как бы присутствуют. Скульптуры из массива сосны под Ракотласу на столетие от команды профессиональных резчиков из Перми, Салихарда, Галича, Вельска. Благодаря их усилиям на Зеленой Поляне появились удивительные персонажи, удобная лавочка и даже уличный вариант любимой игры многих поколений – крестики-нолики. Ха-ха, проиграла. Мы каждый заняты своими делами, а здесь мы когда собираемся, то, в общем-то, ну, вот общение. Смотришь идеи, изучаешь, смотришь приемы работы, инструменты, какие-то новые новинки появляются. Котласко-объяснение художников – один из авторов идеи обустройства творческого пространства и пешеходной зону Дворца культуры. Открытие бульвара – только первый шаг. Хочется его обустраивать, обустраивать, улучшать и делать, чтобы тут появлялись новые арт-объекты, новые какие-то интересные места, новые там росписи, скульптуры. Я думаю, что это еще года два-три мы будем работать над ним. Зеленая зона стала естественной декорацией для торговых рядов. В Котлас приехали мастера декоративно-прикладного творчества, ремесленники из разных уголков Архангельской области и других регионов. Современная брусчатка нового бульвара стала подиумом для выступлений самых ярких звезд и талантов Северной земли. Елена Кермич, Лариса Иванова, Олег Сивачек, Архангельское телевидение. Мы продолжим следить за новостями в регионе в 16 часов. Смотрите свежий выпуск. До встречи на канале ПС. Субтитры создавал DimaTorzok